Как у нас сегодня тема «Чувство собственного достоинства»? Мы вчера говорили о том, что есть психическое тело, оно нуждается в энергии солнца, ветра, воды. Это божественная энергия. Мы думаем, что это просто атомы, химические какие-то вещества на самом деле. Это божественная сила, которая дает человеку здоровье. Вот это солнце, это вода и воздух – это все предназначено для здоровья. Но для того, чтобы вам давали здоровье, нужно две вещи. Нужно любить природу – это мать, ее надо любить. И нужно совершать аскезы, чтобы ее в себя впитать. Чем старше человек, тем тяжелее впитывать аскезы. Дорогие друзья, хочу вам сказать, что очень важно подписаться на мой официальный канал YouTube, поставить лайк, комментарий, задать вопрос. Мои помощники обязательно ответят вам. А также очень важно поделиться этими лекциями с другими людьми, потому что таким образом вы поможете мне в распространении знаний по всему миру. Есть два вида молодости. Есть молодость тела, а есть молодость духа. И молодость духа, она выигрывает с возраста. Потому что я видел много молодых людей, которые слабее этой молодости духа. То есть, когда дух закален, психическое тело, оно чистое. И ты в возрасте даже выдержишь большие нагрузки и чувствуешь себя лучше, гораздо по здоровью, чем молодые старички. Следующее мы разбирали – это тело разума. Мы говорили о том, что разум включается только у разумных живых существ. А разум нужен не для того, чтобы деньги зарабатывать, а для того, чтобы постигать высшую цель жизни, смысл жизни человечества. И когда человек соединяет свой разум с Богом, то он начинает… Высший источник счастья нащупал, когда он всасывает в себя очень глубокое удовлетворение. Мы говорили о том, что есть два вида удовлетворения. Есть удовлетворение, которое дает человеку комфортную, спокойную жизнь. Это удовлетворение, которое мы все достигаем в этом мире. Статуса Кво какого-то достигаем. А есть удовлетворения, которые очень глубоко приходят в жизнь. Один человек мне сказал – Вертолий Геннадьевич, вот где мне какую работу выбрать, чтобы у меня очень глубокое удовлетворение было, чтобы это по моей природе было. И разум предназначен для наполнения счастьем жизни. Человек говорит – ну как, Олег Геннадьевич, какую работу, чтобы вот глубокое удовлетворение? Я говорю – глубокое удовлетворение не от работы возникает, от бескорыстной деятельности. Работа же тебе предназначена для того, чтобы ты зарабатывался на жизнь, а удовлетворение глубокое идет от Бога. Ты вот что-то делаешь для людей, для птичек там, для собачек, для природы, и у тебя в сердце отклик такой. Вот это и есть глубокое удовлетворение, оно бескорыстное, от бескорыстной деятельности возникает. Причем для Бога, потому что если для детей действуешь бескорыстно, то потом осадочек остается внутри, потому что они неблагодарны, потому что они глупые. Вот, допустим, карма всегда включается, вот когда ребенок вырастает, ему, допустим, 13 лет, 12-13 лет, полевое созревание и сразу карма, а карма вместе с таким грубым эгоизмом приходит. И человек все хорошее, что ты ему делал, забывает напрочь. И у него, он забывает, потому что у него жутко включаются желания своему, хочется чего-то своего. Желание могут что угодно включить. Вот, допустим, ты, фигуренка, ну, как бы, растил, он когда маленький, маленький, все одинаково, вот сись у себя, все такой, ласкается к тебе, такой хороший. А потом, когда у него половое созревание, карма включилась, он такой, стал тигром. Ты думаешь, блин, кого же я вылезти, вот что же такое, как у меня. А карма – это карма. Оно у всех разное. Поэтому, доктор говорит, я не могу на что-то надеяться, смотря на что ты будешь надеяться. Вот, потому что карма бывает разная. И когда у детей карма включилась, тогда настройся на Бога. Они тебе уже ничего не дадут, пока они не повзрослеют чуть-чуть, потому что им нужно понять, что мама – это лучше, чем они думают. Ну, то есть это с возрастом приходит, со времени. Если мама прощает, по-доброму относится, но не теряет себя. Потому что, если вы себя потеряли, то вот тогда все. Потерянный человек никому не нужен. И разум дает возможность всасывать такую энергию любви и счастья, которая дает глубокое удовлетворение, но разум соткан из знания. Ум соткан из счастья, вот то психическое тело ума соткан из счастья, вечности и знания. Ну, то знания жизни. А разум соткан только из знания. Но это знание не связано с жизнью человека, она связано с высшим блаженством, с высшим счастьем. И разум отметает все более худшее и все лучшее приобретает. Ну, то есть разум ищет. Разум дает человеку более высокий вкус. И когда человек достигает бескорыстия, чистой жизни, светлой служения, то он обретает глубокое удовлетворение в жизни. Ну, это путь. И мы не можем сразу раз-разум, типа пришел высший разум и такие, все, нам ничего не надо, не ем мне шоколад. Вот. Это со временем, постепенно. Поэтому есть стадии. Первая стадия, это человек просто работает не для себя, а для своей семьи. И расширенный эгоизм такой. Ты всем помогаешь. А потом начинаешь заботиться, когда у тебя чуть-чуть достаточек пошел, заботишься о людях, о нищих, о храм, денежки отдаешь. Потом дальше стараешься, ну, принять судьбу, волю судьбу. Там дети выросли. Оказалось, что все люди неблагодарны вокруг, по природе. Ты для них жила, они тебе ничего в ответ не дают. Надо привязаться к Богу в этот момент уже успеть. Почувствовать, кто благодарный на самом деле. Когда, как Бог благодарит нас. Вот вы ему, допустим, послужили, какую благодарность вы получите в ответ. Да, вот это глубокое, глубокое удовлетворение, которое вот, когда оно есть, то тебя дети уже не беспокоят. Как в фильмах был «Белое солнце пустыни», там динамит взорвали, и три старика сидят. Шапки слетели, они такие сидят, им пофиг. Вот, потому что у них глубокое удовлетворение. Они в молитве достигли просветления. Ну, глазами кинематографа, внешне это так, как, ну, как бы, просто невозмутимость, а внутри это то, что, к чему должен стремиться человек. Что он, как бы, не обращает внимания на то, что... Ну, это вообще такой очень классный фильм, очень мудрый, потому что в нем все друг друга прощают. Вот, там динамит кинул, там, ну, обычно люди злятся. Там никто не злится, закурил, выбросил назад. Потом он его поднял за руки, там, обнялись, там, потом Петруха. Ну, и такая вот эта, начинается фильм, там, этот, идет, смотрит мужик, зарыт в песке. Саид. Саид, да. Ну, он откапывает, а тот ничего такой, как бы, хочешь копай, не хочешь, не копай. Он там не то, что, ой, помоги мне там, а он такой спокойный. И он сначала подошел, говорит, тебя кто закопал? Он говорит, Абдула, спокойно. А почему, как человек может быть таким спокойным? Только если он думает о Боге. Внешне это просто генкомедия. Вот так какие-то, это смешно вот так выглядит. Как это может быть спокойным, когда тебя закопали? Вот, а на самом деле такое может быть, если человек думает о Боге. Он отстранился от жизни просто. И тогда он Богом защищен. Его откупали, откопали там. Потом уже анекдоты пошли по поводу этого фамилия. Саид, почему седло мокрое? Стреляли. А на самом деле вот фильм как раз про эту незапазмутимость. Про способность выдерживать эти нагрузки судьбы. Так разум дает высшие ощущения счастья и дает человеку устойчивость жизни. Но кроме разума и ума есть еще одна структура психическая, которая является крайне важной структурой. И мы вольно или невольно постоянно с ней соприкасаемся. Это называется структура чувства собственного достоинства. Это такая структура, которая нацеливает жизнь на удачу или неудачу. На желание жить или желание помереть. Вот заметили некоторые собачки, они ничего не кушают и просто подыхают потихоньку. Или люди, допустим, человек испытал какой-то стресс, он не ест, не спит. И умирает потихоньку. И если его сильно любить, он закушает, начнет кушать. А если нет, то он просто зарянет. Такое бывает в состоянии у человека, когда он теряется полностью. Или вот взять, допустим, нищие вот эти на улице. Они что, всегда придурками были, что ли? Они жили нормальной жизнью, потом так долбануло, что человек потерял полностью нормальное восприятие мира. И просто ему стало наплевать на все. И он просто сидит там, руку протянул, и ему пофиг. Накормит его или нет, будет он жить или нет. У него нет никакого интереса к этой жизни. Это означает, что он просто уже не хочет жить. Он надоел. Но так как он живет, ему надо что-то делать. Он сидит там. Отшибленные люди такие, отшибленные. Место интереса к жизни. Это чувство, собственно, достоинства. Интересная структура. Допустим, ушел муж. Это что такое произошло? Действует жестокая судьба. Откуда она вообще берется, жестокая судьба? Она берется из наивнушения заповеди Моисея. Моисей принес, он говорит, ребята, вот смотрите, вот такие вот это сучки есть, которые не надо делать, потому что включается такой вид судьбы, когда очень тяжело жить становится. Вот, допустим, живешь с женой, не надо ее бросать. Или с мужем его не надо бросать. Что бы он там ни вытворял, воспитывай, живи отдельно. Оно не бросает. Если человека близкого бросаешь, вот тебе Бог дал человека, ты его бросаешь. Включается жестокая судьба. Что такое жестокая судьба? Я сейчас объясню анекдотом. Учебную часть в солдат попал, и прапорчик дал ему ломик, говорит, иди подметай плац. Подметает, подметает лодником. Он приходит, говорит, можно метлу, я лучше подмету метлой. Он говорит, да мне не надо, чтобы ты лучше подметал. Он говорит, да что надо тогда? Ну, чтобы ты задолбался. Вот это один в один жестокая судьба. Человек думает, мне надо вернуть мужа. А жестокой судьбе не надо, чтобы ты вернула мужа. Надо, чтобы ты задолбалась. Потому что жестокая судьба предназначена для уничтожения человека. Она что тебе говорит? Или, как это, мы смотрели юмористку с Игорем, там была передача, или сдохни, или умри. Ну, передача, самовыживание, на острове, там, в дикой природе, там, передача, но обычно, или выживи, или умри, там, как называется. А тут, или сдохни, или умри. Ну, чуть-чуть я ошибся названием. Или умришь нормально, или сдохнешь. Одна из двух. Других вариантов нет. Вот. То есть, жестокая судьба... Дошло, смеяться. Вот. Жестокая судьба, она хочет вывести человека на другой уровень развития. Ей все равно, когда это произойдет. Может быть, в следующей жизни. Ты можешь, например, умереть от того, что ты не справился с этой жестокой судьбой, ей все равно. Главное, чтобы ты развился. Хочешь сдохни, сдохни. Не хочешь сдохнуть, тогда развейся. Или ты перескаскиваешь на другой уровень жизни, или ты очень сильно веришь в Бога, и как бы с Ним живешь. Или ты будешь разрушен тем, что произошло. Вот так действует жестокая судьба. И человек от этого чувства несправедливости сгорает, потому что жестокая судьба соткана из одного чувства несправедливости. Вот жестокая судьба, это когда расстреливают невинных людей. Жестокая судьба, она соткана из одной только милости. Это милость, которую нам очень трудно понять. Например, мне много раз 50, наверное, снился один и тот же сон, как я в армии служил. У меня очень тяжелая была армия. Я попал в армию в Белоруссии, я служил в танковой дивизии. Я хотел добровольцам на фронт. Там война в Афганистане началась, а я хотел людей лечить, спасать раненых. Я учился на санинструкторах. И добровольцам спасать раненых, помогать людям. Ну, я написал рапорт, хочу в Афганистан добровольцам спасать раненых. А мой лейтенант медицинской службы, он меня направил в Минск. Я говорю, в чем дело? Я добровольцам написал, меня надо было туда. Он говорит, это я решаю, куда тебя надо. Я вот тебе написал туда, значит, туда поедешь. Ты же солдат, должен подчиняться. Он говорит, почему, почему меня не направили в Афганистан? Он говорит, знаешь, почему? Не глаза твои понравились. Так вот он ответил. А потом, когда оттуда приехали мои друзья, школьники, кто-то наркоманом, кто-то покалеченным психикой. Кого-то вообще убили. Я тогда понял, почему мой лейтенант медицинской службы отправил меня в Беларусь. Но так, как видно, судьба и судьба, я в Беларуси приехал, там я, ну, прикрепили меня к одному взводу, чтобы я там сам инструктором был. Хоззвод называется. Там все вместе и хозяйством занимаются, и лечением, там все такой, сброд как бы собранный. Я туда попал. И там прапорщик. Весь взвод собрался. Все глаза такие любопытные, смотрим. Я должен был с этим прапорщиком пять партий в шашки сыграть. Это как бы первое, что должно произойти. А я либо пожаю как бы, вот я пожал в шашки играть. Но я его пять раз подряд сделал. Все побледнели, я смотрю, все бледные такие, на меня смотрят со страданием. А я не понимаю, чего такого. И потом он меня полтора года мурыжил там, как сидорову козу, короче. с ненавистью ко мне относился. Так у меня армия протекала любви и самодостаточности. И потом дальше как бы постоянно снится эта армия. Меня постоянно забирают. И уже когда пятьдесят лет не было, уже там в России пятьдесят лет уже ты уже освобождаешься в Коинской службу. Если у тебя нет офицерского звания. А я, когда медстуд закончил, я не пошел офицерский билет забирать. У меня в сердце подсказало, что мне не нужно. Я просто остался старшим сержантом. Меня там что-то все забыли. Вот. И так все это. Интернета не было. Вот. И уже пятьдесят лет я уже все не обязан военно. И как бы сон снится. Опять меня забирают туда в эту Белоруссию в эту танковую дивизию. Я во сне так и начал спорить со сном. Мне уже пятьдесят лет мне не положено. А во сне опять такой нет поменяли законы теперь до пятидесяти пяти. Я говорю да там уже другая страна уже там нет этой танковой дивизии. Нет есть. Осталось. Так этот прапорщик уже помер. Нет он долгожитель. сон со мной спорит короче я такой такой я в молодости я тренировался во сне себя осознавать в Кастанеге. Я научился садиться во сне научился вставать потом летать в психическом теле и научился даже потом летать из квартиры летать на улице и потом научился смотреть подсмотреть чем люди занимаются. Был в девятом классе интересно было. Я смотрел летал что там кто делает и разжег а потом начал пугать всех. Вот летаю и так вижу кто спит так кается вот и одна бабка меня перекрестила короче и на этом закончились мои похождения потому что у меня пропало желание этим заниматься я умею а желание нет. Вот и на этом как бы мои мистические способности в эту сторону закончились но в этот раз я решил вспомнить потому что у меня сон достал я начал в этот сон погружаться я какой-то барьер прошел и смотрю какая Белоруссия какая воинская часть смотрю пять рядов колонглючей проволоки как бы ну я в женском теле таких полосатых одеждах автоматчики кругом люди умирают там с голода вместо двух ярусных кроватей четырех ярусные там деревянные настилы то есть концлагерь короче я прошлой жизни осознал себя прошлой жизни как я нахожусь подляем жестокой судьбы и я вижу как я ухожу из жизни от голода поэтому один раз в день потому что я не могу есть мало ну поэтому лучше один раз в день много есть чем два раза иначе в дверь уже непрактично буду не пролазить вот и когда в момент смерти у меня было два желания первое желание выжить победить судьбу и второе помогать людям которые вот эти и с этими желаниями я родился с двумя и с детства уже хотел всем помогать и побеждать судьбу вот уже 58 лет этим занимаюсь и теперь у меня к вам вопрос этот концлагерь он был милостью для меня или наказанием и для меня смотрите какую жизнь мне классно Бог дал 24 лет я читаю лекции езжу помогаю людям как институт закончил так понеслась ну то есть классная же жизнь так все время что-то делать и другие помогать а причина только одна я в этот момент смерти не сломал власть или не сломал вся понимаете вот в чем заключается важность жестокой судьбы это закалить человек и если человек не ломается то он приобретает колоссальные блага потом ну так как мы вечны и поэтому Богу все равно когда мы эти блага приобретем нам-то не все равно мы хотим в этой а Бог может дать следующий поэтому мы изучаем с вами что такое чувство собственного достоинства чувство собственного достоинства это вообще не чувство собственного достоинства потому что достоинство человека определяет Бог когда человек сам решает свое достоинство то он становится пухлом если вот такие гордые знаете типа на что такие как бы и хочется поверить этому человеку что он такой крутой на самом деле но это все просто понты потому что сам человек не может определить насколько он достойный его поступки его дела определяют но достойные люди на самом деле они очень скромно себя ведут потому что они знают что и так все все видят вот допустим красивая девушка она скромно себя ведет потому что она знает что она красивая а некрасивая может вести себя не скромно потому что деваться некуда как-то надо выживать знаете достойный человек не будет выпендриваться а если человек выпендривается это значит что он как-то в себе не уверен у него не хватает возможности это проблема и так чувство собственного достоинства это наше отношение с богом бог нас оценивает дальше живет правильно делает правильные вещи добрые дела делает бог в сердце доволен сердце возникает удовлетворение глубок и это не обязательно верующий человек знаете если неверующие люди которые чувствуют огромное счастье в жизни потому что человек если делать те вещи которые богу нравятся он помогает другим честно трудиться верно себя ведет в жизни любит друзей любит природу всем желает счастья он не обязательно будет верующим но у него правильный фундамент потому что он живет зная что надо делать так чтобы сердце было хорошо то есть он таким образом неосознанно притворяет господа в сердце и счастливо живет на этой земле я люблю тебя жизнь я люблю тебя жизнь и хочу чтобы лучше ты стала мне не мало вот оно вот оно жизнь земли и равнина морская известна давно бескорыстная дружба мужская в заводе каждого дня как я счастлив что нет мне покоя есть любовь у меня жизнь ты знал что это такое это ну в основном вызывают эти звуки трубы а это триумфальные звуки это звуки победы на самом деле то есть это песня о победе человеческой о том что человек счастливо радостно и смело живет на этой земле почему он так радостно и смело живет потому что он живет достойной жизни чтобы достоинство свое беречь для этого надо много чего понять самое первое надо понять что есть два состояния чувства собственного достоинства одно состояние это в котором человек грустит печалится чего-то хочет а другое состояние это в котором он отдает себя называется истинное эго и ложное эго достоинство или эго это одно и то же человек допустим когда он мечтает грустит печалится он находится под влиянием ложного эго и страдает все время ему не нравится сколько денег платит не нравится как относится Америка не нравится в Америке России не нравится в России Украина не нравится в Украине и один знакомый жил в России так ругался на все на продукты а кому все не нравилось приехал в Германию я приехал в Германию лекции читать он приходит на лекции говорю как у тебя дела он говорит да блин хреново все здесь блин такой начал я говорю ну тебе же было плохо в России но это говорит другая тема а здесь другая тема и я не знаю такого селения где бы русский мужик не страдал не красный вот везде что-то плохо мои хорошие это неправильное мышление прими свою судьбу вот кто такой Святой Франциско или Сан-Франциско кто такой это такой необычный святой чем он отличается от остальных он был богатым человеком в богатой купеческой семье жил и он все бросил все оставил просто и пошел людям служить помогать нищим заботиться обо всем и он перестал даже заботиться о собственном пропитании о крови обо всем и он такое счастье людям приносил настолько сильно все были довольны его поведением как он себя вел что он прославлен был в веках в результате даже в Америке другой совершенно части земли его именем назвали целый город понимаете такое необычная личность и когда город называют именем святого это очень благоприятно особенно такого отвлеченного возвышенного поэтому само по себе счастье оно можно сказать полностью не зависит от внешней обстановки вернее внешняя обстановка она приводит к несчастью допустим человек не доедает ему тяжело воздуха не хватает тяжело но надо чем заниматься в жизни надо в жизни учиться быть счастливым в любой ситуации жизни вот например хочется сильно замуж а надо радоваться тому что есть вот допустим девушка когда они замужем у нее свои виды счастья есть они все смотрят все ее любят все ее радуются надо быть счастливой этому потому что когда замужем уже не такая заметная уже немножко все по другому жизнь потекает когда они замужем тоже много счастья или когда маленький ребенок он хочет вырасти все время печалиться что он тут еще маленький а надо радоваться тому что маленький потому что детство это такое классное время вот когда зрелый возраст надо радоваться ему когда ты в возрасте этому надо радоваться потому что в каждом возрасте есть свое счастье Бог человеку дает везде счастье вот допустим я не заметил как уже возраст пришел и люди все молодые ребята смотрят на меня с верой а взгляд с верой он приятен очень приносит счастье это счастье в возрасте людей ну если ты жил не как это хореком жил хореком и помрешь вот то есть то есть другими словами принятие это очень важный аспект счастливой жизни и Иисус Христос показал нам этот аспект он принял свою судьбу свой крест, говорится, принять. Свой крест. Вот мои дети, мой крест надо принять. Чтобы они поменялись, сначала их надо принять. Переварить такими, как они есть. Не обращать внимания. Означает быть сильнее. А сильнее означает добрее. А добрее означает больше контакт с Богом. Поэтому надо сильно сосредоточиться над Богом, чтобы появилась доброта внутри, которая помогла переварить детей. И ты, когда их переварила, ты можешь уже их воспитывать. Потому что они тебя не колышат. ты как бы спокойствие, только спокойствие. Ты можешь преодолевать трудности. У тебя хватает силы. Всех надо переварить. Мужа, детей, родителей пожилых. Жену, которая Бога хочет любить больше чем тебя. Тоже надо принять. Ты ей там кормишь, ее заботишься. А она Бога будет больше, чем тебя. Сложно? Надо принять. Ничего страшного. Переварить. Мы говорим с вами о чувстве собственного достоинства. И первое действие по отношению к чувству собственного достоинства, самое главное действие, это принять ту жизнь, которую Господь тебе дал. потому что есть один закон, который мы не знаем, что именно эта жизнь для нас является самой ценной сейчас. Потому что она нас учит лучше всего. Господь нам дает такую жизнь, которая нас лучше всего научит. И надо принять от Бога то, что Он нам дал. Не надо ничего искать новенькое. А мне все снятся острова и удивительные страны. Ага. Вот. Ну то есть можно то, что есть, то и принять. И сразу легче жить становится. Есть такая притча. Называется «Купи козла». Ну как бы в древней Индии женщина с несколькими детьми, муж, жили в студии. Ну то есть маленькая такая у нее была квартирка небольшая. Вот. Все удобства в одном пространстве. И жене было очень трудно, потому что все вопли, там дети, нигде не отдохнуть, никуда не забраться, не расслабиться. Муж-то еще как-то на работу ходил, она все время там в этой замкнутом пространстве, в этой студии. В общем, жизнь полная. И она начала перед мужем. Хочу больше квартир. Ну давай, хватит уже, давай возьмем лизинг или ипотеку там, что-то сделаем, чтобы больше было жилье. Вот. И муж пришел к наставнику, к предцу. Говорит, я не знаю, что с женой делать. Вроде бы мы и стараемся, и скоро там будет лучше, но я уже жить не могу. Потому что она меня запилила всего, там двое попли детей, там двое жены, там недовольство. Я уже все, у меня уже последний станет. Он говорит, я знаю, что делать, но ты должен мне полностью доверить, и тебе будет непросто, и ей тоже. Но вы пройдете испытания, но станете счастливыми. Он говорит, ну скажите, что делать. Он говорит, купи козла. Козла? Ну у нас только денег на одного козла и хватит. Чего нам козел этот? Ни молока давать не будет, ничего. Нужен. Ну козу купи там, разный. Хорошо, купил, короче. Говорит, ну привел к этому, к наставнику. Говорит, что вам отдать? Нет, не нужен этот козел. Нет, нужен тебе. Заводи в дом. В студию. В студию. Заводи в студию козла. И, короче, он говорит, вы уверены в наставнику? Он очень верил в наставнику. Наставника, говорит, уверен. И он завел в студию козла, тут начал бодать, всех там, срать. Писит там, в общем. Орать, это, блеет. В общем, страшно. Она терпела сначала, потому что она обожала мнение наставника. Она думала, им будет лучше. И потом она такая начала через две недели орать. Нас обманул твой наставник. Мы последние деньги стратим на этого козла. Жизни вообще нет. Раньше было лучше. Раньше было лучше. Раньше было лучше. Сейчас вообще какой-то комбинец. Он пришел к наставнику и говорит, что издеваетесь надо мной? Я несчастный крестьянин. Вы мудрец. Вы меня обманули. Мы последние деньги скратили. Козел нам жизни не дает. Я уже убить его готов. Говорит, не надо убивать. Все идет по плану. Привяжи козла теперь к дому. Пускай он снаружи будет. А вы живите счастливыми. И как бы козла привязали снаружи. И две недели такое счастье. Все такие без козла. Такие засыпания. Господи, как хорошо без козла. Вот. И потом через две недели Жена такая начала потихоньку. Когда уедете в площадь. Дети такие. Подхныкивать начали тоже. Мама недовольная. Они тоже недовольны. И он такой. Две недели счастливо жили. И он такой прибежал к наставнику. Что делать теперь? Говорит, заводи козла назад. И так они счастливо начали жить. Все были счастливы и довольны. Теперь у меня возникает сразу вопрос. А что это значит? Вот как для нас вот эта история с козлом. Это как раз и значит. То и значит, что Бог посылает испытания, когда слишком все плохо. Чтобы стало лучше. Или добровольно принимаете свой крест. То есть, если мне мои дети не нравятся, то я еще не знаю, какие бывают дети. То есть, они могут и пол поменять, и что угодно могут сделать. Поэтому лучше принять судьбу раньше. Потому что, когда ты по-доброму к детям относишься, они развиваются. Когда ты ими недовольны, ты их проклинаешь. Своим недовольством. И так есть жестокая судьба. Что такое жестокая судьба? Это сила, которая наше чувство собственного достоинства ставит на более высокий уровень. И это через испытания приходит. Но обязательно в каждого человека в жизни придет жестокая судьба. Но пока она не пришла, нужно изучать вообще, что такое удача в жизни. Вот когда у человека бывает удача? Вот когда ему все получается в жизни, у него все хорошо? Когда он следит за своим чувством собственного достоинства. Вот, допустим, первое, что надо сделать, надо перестать мечтать. А начать быть довольным, действовать и быть довольным тем, что есть. Ну, как это сделать? Вот есть, Бог дал, вот, покушать. Вот как, вот, а зачем молитвы перед едой? В еврейской культуре, христианской, мусульманской. Спасибо, Господи, за тыньку. Тыньку. Кто дыньку увидел, так, ня-ня. Потом лежишь, думаешь. А поблагодарил Господа за дыньку, уже совсем другая жизнь. А? И поделиться дынькой. И поделиться дынькой. Поделись улыбкой у своей, и она к тебе не раз еще вернется. Сами. Ну, то есть, эта работа над своим собственным чувством собственного достоинства начинается с принятия и переключения сознания на позитив. Т.е. ты, принимаясь мужа, думаешь, Господи, какой хороший у меня муж. Какие бывают мужики вокруг. У меня такой муж, блин, да слава Богу. Потому что мужская карма, это же не женская карма. Она предназначена для работы над собой. И поэтому у мужчин все очень жестко. Если не работаешь над собой, то судьба так тебя в дерьмо втопчет. Что мама не горю. Поэтому в женском теле в этом плане как бы сравнивать, какие мужики бывают. Допустим, женщины недовольны всегда своими мужиками. А вы знаете, что мужики бывают плохие? Или очень плохие? А без мужика невозможно. Поэтому каких выбираете? Если плохие не нравятся, тогда будут очень плохие. Женщина одна остается. Мужине легко найти себе жену. Вот так раз и все. А женщине может себя найти. Годы. Так? Поэтому надо вот какой есть и слава Богу. Спасибо Господи за мужичка. Как это такой Салтыков Щедрин написал такой рассказ. Называется «Мужик». Там два парина на необитаемый остров попали и начали орать. «Мужик, мужик, мужик». Ну, остров необитаемый, там никого нет. И они так сильно кричали, что Бог им дал мужика. И они мужика увидели. Говорят. «Быстро лодку делай!» «Быстро лодку делай!» Начали орать на него. Он такой начал крутиться, делать лодку. Сделал им лодку. Перевез их как бы с острова на сушу. И они говорят «Теперь пошел вон, скотина!» Ну, он пошел вон, соответственно. Мужик вот. Такое существо, которое как спасение приносит. Ей надо импинка потом дать. Это, как бы, такой утрирующий рассказ про те времена, которые там были. Когда Салтыков Чатрин жил. Нужно принять то, что есть. Станет легче намного сразу. Потому что мы уже много чего имеем. Вот, например, мы имеем мир. Вот те, кто сбежали с войны, они знают, что такое ракеты летают, убивают людей, забирают на войну, калечат, превращают в мясо человека. У меня... Когда я приезжал в Киев лекции читать, один мальчик мне все время помогал там на сцене. Там аппаратуру ставил, цветочки. Потом мне прислали фотографию. Там сожженная машина и рядом обожженный труп. Я спрашиваю, что Олег Геннадьевич, ну вы же знаете этого мальчика. Это он или нет? Я говорю, он. Это война. Знаете, и когда войны нет, надо говорить, спасибо Господи. Да? Что нету. Так ведь? Ну, то есть надо принимать то, что Бог дал, это хорошо. Сразу жить легче становится. Следующий этап, это работа с чувством собственного достоинства. Следующий этап работы, это служение. Птичек кормить. Вот одна бабушка, ну как не бабушка, а в Красноярске, меня селить в одной и той же квартире. Я выхожу, смотрю, каждый год вижу кормушку, немножко семечек внизу, и птички прилетают, клюют. Я думаю, блин, ну сколько надо времени, чтобы эти семечки все склевать. Значит, кто-то подсыпает семечки каждые полчаса, наверное, туда, в эту кормушку. А может быть и, ну там чуть больше, меньше, не знаю. Значит, кто-то за этим следит. И я раз посмотрел по окнам и смотрю, бабушка сидит такая. Смотрит, как семечки клюют птички. Я начал смотреть жизнь бабушки. И смотрю, у бабушки, видите, все ее бросили. Пенсия небольшая у нее. И она уже старенькая, еле ходит. Нет друзей, никого нету. И остались только птички, которым она может служить. И ради этого она живет. Она вот просто живет ради того, чтобы кормить птичек. И она счастлива. Она сидит, улыбается и смотрит, как птички клюют. Зернышки. Ну, то есть, когда человек свою жизнь отдает кому-то, он счастлив по-любому. То есть, сначала прими судьбу, а потом начни свою жизнь кому-то отдавать. Своё ложное эго превращай в истинное. Это называется жизнь в удаче. Вот, допустим, девушка одна. Почему она одна? Потому что она сильно хочет замуж. Она живет в мечте. А когда она сильно хочет замуж, ее никто не возьмет. Потому что она тянет на себя силу. Не отдает, а тянет. Нужно же счастье. Все хотят счастья, а не страдания, правда? Поэтому, когда она одна, ей надо сначала принять судьбу. Понять, что одиночество нужно для развития. Вот есть у человека периоды развития и периоды счастья. И каждый человек не должен быть скупим. Если у тебя период развития, прими этот период развития, развивайся. Пришел период счастья, будь счастлив. Ну, то есть, надо принимать все, что есть. Вот, допустим, девушка одна. Надо принять период развития и стать самодостаточной, счастливой. Радоваться всему. Когда девушка одна, вот, дедское тело для чего предназначено? Для счастья, для наслаждения. Дедское тело предназначено для наслаждения, для счастья. И она легко может получать счастье от природы, от птичек, от цветов. Вот, допустим, вам дарят цветы. Приятно же? Или нет? Приятно, да. Вот смотрите, сколько цветов вам Господь подарил на улице. Вы на них смотрите. И почему вы не радуетесь? Не моё. Радуетесь цветам. И вы будете красивыми. Когда девушка радуется всему, она становится красивой солнцем. Она становится красавицей цветам. У неё настроение повышается. Это называется принятие жизни. А если всё время ждать чего-то, то тогда ты пропускаешь жизнь. Пропускаешь Сан-Франциско. Неизвестно же потом, где ты родишься. Ты родишься или вообще? Родишься обязательно. Правильная работа и чувство собственного достоинства. Бежит, 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 дорога не кончается. Хоть это махи, то тюльпаны навстречаются. Они качаются и улыбаются. Нам, словно старые и добрые друзья. А в небе солнце озорное бы чисто. А небо здесь такое ровное и чистое. Что так не хочется рукой дотронуться. Оно ведь рядом, а достать его нельзя. Рядом нельзя. Нет, и нам чисто всем. Счастье кажется рядом со всем. Пойти до него. Далеко, далеко, далеко. Видите, радостно. Далеко, далеко, далеко. Радостно, да? Наполнилось счастьем природы. Дальше что? Видите, наполнилось красотой, теперь сшибая мужиков. Судьбу. Вот. Ну то есть надо вот этот вот принцип понять. Что если ты радуешься жизни, потому что ты приняла судьбу, то тогда будет удача. А если ты ждешь, тогда... Мечты, мечты, где ваша сладость, мечты ушли, осталась гадость. Поэзия вам моя нравится? Поэзия вам моя нравится? Будет тобой доволен? В сердце у тебя есть глубокое претворение или нет? Ты чего-то ждешь или не ждешь? Если ждешь, то это плохо. Потому что когда человек ждет, он капризничает. Капризничать плохо. Надо учиться принимать. А если ты ждешь, значит ты мало служил. Почему человек ждет? Потому что есть два вида любви. Есть любовь-ожидание и любовь-служение. Когда человек любовью и служением занимается, ему нечего ждать, у него все нормально в жизни. Когда он не может чего делать, он начинает ждать, скучать. Потому что почему человек ждет? Шкучает. Не надо скучать. Надо служить, радоваться, включаться в жизнь. Не можешь служить людям, служить птичкам. Желаю всем счастья, бесплатно совершенно. У меня нет денег всем служить. Желаю всем счастья, да бесплатно. Я желаю всем счастья. Это важно желать счастья людям или нет? Знаете, как это сильно действует на всех? Мы завтра будем бегать с утра и улыбаться, радоваться друг другу. Я буду вас встречать, как будто первый раз в жизни вижу и радоваться. По дороге, когда буду бегать. Пойдете, придете, радоваться. Потом будем радоваться воде, заходить в холодную воду, радоваться и визжать, пищать. Потом привыкать, потом выходить счастливыми на солнышко. После воды солнышко становится таким вкусным. Хочется кушать. Там такая сладкая, согревающая. Надо всегда знать, что делать. Вот, допустим, дети обидели тебя. Что надо делать? Не надо с детьми ничего делать. Я говорю, что делать с детьми? Ничего не надо делать с детьми, потому что тебя обижает судьба. Я не полыму. Прекрасно. Это служение. Вот. Полымыть. Не просто полымыть, а еще и думать о Боге, вспоминать святого какого-то. Читать книжки о святых, чтобы память о них была. Вот фильм посмотрели о святом. Знать, что фильмы о святых связывают со святыми. Когда артисты играют, они входят в образ, и святой заходит в них. Я это проверил. Я вот смотрю фильмы со святых, я вижу святых прямо сразу. Как смотрю фильм, вижу святого человека. Артиста играет, святой заходит в его образ. В зрелой культуре игры Бога и деяния Бога играли люди. И те, кто играли, люди настраивались на этого человека и чувствовали Бога через него. Потому что Господь сам заходит в того, кто играет в его. Посмотрела фильм о святом и вспоминаешь. Дети тебя обидели, моешь полы, вспоминаешь. Не то, какие дети плохие, что с ними делать. Если что-то сделаешь, они вообще на тебя пожалуются и потом их отдадут. Похожи друг на друга родителям. Я что-то не так сказал? Поэтому деваться некуда получается. Разницы никакой нет. Что все дозволенность, что все недозволенность, это все одна и та же земля. Везде все по-разному. Итак, моешь полы и вспоминаешь фильм о святом. В сердце возникает спокойствие. Первая стадия побед над судьбой начинается с принятия. Принятие превращается в доброту. Доброта превращается в спокойствие. Спокойствие превращается в веру. В надежду, что все будет хорошо. Такая последовательность постепенно. Сначала ты удержалась от конфликта. Потом начала служить. В служении вспомнила, что есть святые. Начала думать о святых или о Боге. Или о своем наставнике. Потом дальше это привело к доброте. Доброта – это уже сознание Бога. Ты по-доброму ко всем относишь. Дети маленькие не соображают. Вырастут, будут лучше понимать. Потом постепенно дальше развиваешься. Думаешь о святых. Раз – принятие. Такое необычное состояние. Принятие. Все нормально. Сейчас принятие пришло. Нормально. Дети у меня. Все нормально. Когда я одна, но полная принятие. Когда я захожу домой без бардака, у меня полная картина. Ну, как у всех женщин – нормально. Женщины стремятся к чистоте. Они не могут у бардака чувствовать. Поэтому они потеряются, когда видят. У меня жена разок меня кормила. Я когда ем, у меня все валится изо рта. Я очень концентрируюсь всегда на чем-то. Думаю. И она мне вешает манишку. У каждого по-своему выходит из этой ситуации. И она, когда я пела, я ела, она пела. Она любит петь у меня. И она пела песню. Куда уходит детство. Песня закончилась, и у нее так глаза… Потому что даже манишка не помогла. Пища как-то завалилась. Пища там что-то еще завалилась прямо за манишку. И там одежда была очень важная. Песня закончилась. Ну это нормально. В жизни есть жизнь. И так постоянно человек себя возвращает. Он возвращает себя к принятию, спокойствию, удовлетворению в жизни. Если нет удовлетворения, значит память о Боге, добрые дела, принятие. Это инструменты работы над чувством собственного достоинства. Еще бывают состояния усталости. Все виды усталости – это нехватка природы. Есть три вида усталости всего. Первый вид усталости – это раздражительность. Раздражительность – значит нужна вода, деревья или неподвижное положение тела. Закачивание энергии, спокойствие идет или через неподвижное положение тела. Научись, себя приучи не двигаться. Второй вариант – вода. У каждого человека должно быть стоячая вода. Это милость Бога – стоячая вода. Пускай корынца какой-нибудь на улице. Там маленький водоемчик. Сейчас пластиковый всякий есть. Можно дома поставить пластиковую ванну, если нет ванны. Налить ее водой. Она просто комнатной температуры. Вода будет периодически. Можешь ее спускать, выливать просто. Можно провести воду в любое место, чтобы она заходила и выходила. Это работа сантехника на полчаса. Понимаете? Ванну поставил где угодно. Ложишься. 22 градуса. Вода. Комнатная температура. 7,5 минут чистит один психический слой. Обычно беспокойство сразу не возникает на втором, на третьем слое. 7 минут полежал в воде. И ты как огурчик. Тебя успокоило сразу. Можно возле дерева спиной садиться. Она тоже успокаивает. Вливье успокаивает. Вода успокаивает. Неподвижное положение тела успокаивает. Раздражительность пошло. Не можешь ничего сделать. Тебе не хватает энергии воды, значит. Должись в воду. Садись возле дерева. Или неподвижное положение тела занимай. Аскезы делай. Стоя можно это делать. Стоя на коленях. Поза бабочки. Поза алмаза. Такие статические упражнения. Аскезы. Которые приводят спокойствие. Второе состояние. Это. Суета. Безволие. И страх. Длительное движение. Наступила грудь. Что ж. Пойду пройдусь. Ну то есть. Страх. Безволие. Суета. Иди. Желай всем счастья. В правильном настроении. В правильном настроении надо ходить. Иду, шагаю по Москве. В правильном настроении. А просто летний дождь прошел. Нормальный летний дождь. Вяжут в толпе знакомое лицо. Веселые глаза. А в них блестит садовое кольцо. Летняя гроза. Ну то есть. Что-то принимает. Дождь идет. Он принимает. Все ему нравится. Он принимает судьбу. И раз в стоочи лекцию читал. И рассказывал. Как полезно дождь принимать. Ну Господь он же юморист. И мы вышли из лекции. И пошел ливень просто. Ну сочинский такой. Ливень. Мощный. И все встали такие. Замерли. А у нас до машины 7 минут идти. И все на меня смотрят. И это вся лекция про дождь. Как его надо принимать. Он такой, Олег Геннадьевич, принимай. И я пошел на дождь. Я думаю, блин, я лекцию читал. Надо людям показывать, как дождь принимать. Я пошел дождь принимать. И спорт вспоминаю. Как хорошо было. Я принял дождь. Он меня лупит. Я за 20 секунд встал весь в стельку просто. Все стекает. Я иду. Дождь. Я принимаю дождь. Меня очистило всего. Вот когда дождь принимает, что все вот эти ощущения. Они проходят. И думаешь, а все пофиг. Все становится нормально в жизни. Если ты принимаешь дождь, вместе с дождем стекает с тебя все ненужное. Так же и снег тоже действует. Дождь, снег. Все это для того, чтобы убрать ненужное. Но надо его принимать. У вас снега здесь нет? Вам не повезло? И дождя нет. Дождя нет? Нет. Когда будет дождь, он стал. В декабре я принимаю дождь. Ну хорошо. Солнце принимайте. Тогда значит. Солнце принимайте. Что-то принесло. Давайте. У вас нет снега. Зато я могу вам напомнить. Сейчас послушаем, как снег принимать. Как человек может стихиями лечиться. Знаешь, что можно стихиями лечиться? Ветром, солнцем, снегом. Это все достоинства укрепляет человек. Потому что когда у человека плохое настроение, у него печаль, тоска, то надо солнце принимать. Надо выйти на солнце и прямо солнце впитывать себя. И печаль проходит. И чувство собственного достоинства сразу раз на место встало. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Белый снег, белый снег, белый снег, белый день. Белый снег, белый снег, белый день. Белый день. И куды меня не кличешь, послухай Завируха, где завируха На дворе ни машин, ни людей На дворе ни машин, ни людей Завируха, где завируха Куды меня не кличешь, послухай На дворе ни машин, ни людей Ни машин, ни людей Не ласни, не ласни, не ласни Не ласни, не ласни, не ласни За тобой я осторожно ступаю Засыпаю, на сне засыпаю Потропляю в заветенный слеп Потропляю в заветенный слеп Засыпаю, на сне засыпаю Знаете, как классно принимать стихии? Иазок в Хабаровске было минус 23, был сквозной ветер Шел такой ветер сильный С Амур, такая большая река Было холодно очень У меня пробежка по плану И, ну естественно, никто со мной не бегал в это время Потому что очень холодно Мы затопили баню Я пробежал Пять минут пробежал У меня начало сводить лицо от холода Губы сводить, глаза Ломить все лицо Все тело Я начал принимать судьбу Бегу и вот это вот все Не имеет пальцы Думаю, еще пять минут пробегу и нормально А мне надо 17 километров бежать Там беговая дорожка была Можно по беговой дорожке было пробежать Ну я еще пять минут пробегу и нормально Пробежал еще пять минут Ну еще пять минут Вроде бы еще не сдол Вот, еще пять минут И так час пятьдесят Это через полчаса я принял полностью холод Но у меня там губа чуть отмерзла, щеки Я вот так вот бегал Час пятьдесят И в какой-то момент у меня были очень сложности с жизнью большие Я взял вот этот холод и туда направил в эти сложности Я смотрю, все Пробил судьбу Там ничего не осталось То есть я вот этим ветром Ветер это сила пробивающая непреодолимые препятствия в жизни Я взял вот этим холодом просто Взял мысленно, направил мысль свою Когда ты вспоминаешь И что-то перестает тебя волновать Значит ты побеждаешь А бывает чувство несправедливости сильное Тебе очень волнует сильно И ты раз просто и вспоминаешь Вспоминаешь и смотришь уже не волнует И я в том числе вот этой аскезы пробил плохую судьбу у себя То есть любая аскеза, если ты ее принимаешь, она становится достоянием, которое дальше тебе в жизни помогает Становишься сильным И потом я пошел в баню Легко и у меня все оттаяло И потом такая расслабуха пошла, легкость Ну вот точно так же, как помните Мы там в ледяной воде сидели Он просто с Лос-Анджелеса уже приехал за мной В Лос-Анджелесе со мной Парни 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 Потом сюда приехал В Чикаго, вряд ли уже Вот Ну бывает в России У меня некоторые люди со мной ездят Весь тут В каждом городе Слушают лекции Вот А это было раз пять покруче Чем вот это вот То, что мы испытали Потому что там был ледяной ветер И все сводило Классное ощущение Так чувство собственного достоинства Когда у человека чувство собственного достоинства сильно работает Это значит, что он настоящий американец Потому что у каждой страны Свои стандарты Минимальной жизни Ну минимальные стандарты жизни Допустим, в России это стойкость Надо быть стойким, чтобы выжить В Украине это Это Смирение Такое Такое принятие смирения В Америке это Достоинство Надо Нельзя выглядеть слабым Слабый человек Никому не нужен Никто не оценит Надо быть сильным Недостойным Достойным Если У тебя спрашивают Как я Ты говоришь Ок 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 Все ок Ок По-другому нельзя просто говорить Ты не можешь говорить Я не знаю Ок 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 Ну то есть Должно быть хорошо Иначе ты Чего туда приехал Понимаете В каждой стране Своя проверка Вот допустим Уважение к другим Это Грузия Если ты не уважаешь Значит Пошел нафиг Отсюда из Грузии Ну то есть Надо уважать Всем Ты смотришь Грузин на тебя смотрит Он проверит Сканирует тебя Ты уважаешь Или не уважаешь Если уважаешь Значит ты нормальный человек Если не уважаешь Значит Фу Отстой А здесь Достоинство 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 означает Как бы Такой сильный взгляд Твердый Такой Спокойный В Прибалтике А? Прибалтике Что в Прибалтике Как? Там Вежливость Надо вежливым быть Если не вежливым Фу Я разок Ну после лекции Иду в Риге Там маленький Такой переход Отсюда До туда Машин нет Красный свет стоит Все стоят Вежливо стоят Ну а я Блин Русский Я пошел через дорогу И все-таки вы поняли дать вот беларуси терпение надо быть терпеливым невозмутимым все пофиг все нормально невозмутимость везде в каждой стране человек должен пройти тест на зрелость в казахстане косарь без понтов без понтовый казах надо понты чтобы были надо как бы я думал это Армения не Армения это как бы нет Армения это как бы хитромудрые такие молдавия молдавия вежливость нельзя ранить никого как-то аккуратненько так надо аккуратненько вести себя то же самое славения многие европейские аккуратненько мягенько а а а здесь понятно и это есть чувство собственно достоинства ок у тебя геморрой вывез ок это был анекдот тоже про новых русских такой детский новый русский короче что-то задумался на него каток так раз наехал короче и его асфальт так давил и он такой лежит такой ну сплющенный весь этот ну подходит говорит извини мужик не ожидалось так получится он говорит отогни указательный палец раз отогнул отогни мизинцы отогни теперь ты понял на кого ты наехал от Америки примерно так надо как бы ну не то что понты кидать а просто чувство собственно достоинства не только в Америке везде это очень хорошо это признак сильной зрелой личности просто ну я в каждой стране имеется это все достоинство просто вопрос какое здесь люди уважают очень сильно что человек невозмутимый себя ведет мы когда прилетели в Нью-Йорк я сразу после самолета иду в баню мне хороший такой спам нашли там есть вода плюс 5 потом парная и купили и купили там все ну там разные вода там плюс 5 там плюс 22 там плюс 36-38 и там в основном все 36-38 кто-то плюс 22 плавает в бассейне а мы ну кто-то после парной плюс 5 так а мы встали с Игорьком и стоим там одна девушка американка такая такая раз тоже туда и потом раз выбегает и на нас смотрит такая она такая ок и начали собираться люди так посматривают молодые ребята подошли и спрашивают вот Игорьок у меня же он так он this is my teacher this is new system to stay a long time first here after going to steam начал объяснять они такие слушают и два молодых парня сразу в воду и стоят я проследил что опять свой прочистил что там туда они сразу принимают вызов американцы любят вызов любят что-то такое шар сильное экстремальное то же самое мы потом в другой бане были на Брайден Бич тоже там два американца молодых у нас там человек 20 наверное залезло в ледяную воду стояли там подняли на уши все администрацию по инструкции не положено они там с ума сходили вот ну и потом два парня молодых такие три увидели все это залезли двое из них на два слоя психических проставили где-то минуты четыре а один простоял все время мы все аплодировали стоя вся команда он пошел парную потом ну здесь люди любят вызов любят сильную позицию жизнью когда ты можешь доказать всем что ты можешь это хорошо чувство собственного достоинства может смещаться под влиянием трудностей испытаний каких-то когда оно смещается удачей жизни уходит на обиженных воду возит допустим от тебя муж ушел одна женщина в ней ушел муж ну она знает по лекциям что бросать разводиться нельзя а он другой ушел и такой довольный звонит и говорит мне так хорошо я такой счастливый а что звонит украина узнает что он да ну что-то да вот вы как американка разумная нация понимаете что-то не то что он звонит она на лекции спросила меня что мне делать я говорю надо аскезы совершать надо молиться водички стоять в общем тебе надо чтобы тебе тоже стало хорошо настроиться на бога славь его наполни силой внутренней прими судьбу сначала перестань чувствовать несправедливость вот как судьба действует так действует потом почувствуй принятие потом доброту в сердце потом самодостаточность потом полюби подружек найди тех людей которые тебя любят потому что есть скупая жизнь а есть щедрая знаете чем отличается скупой человек от щедрого это не то что он всем все раздает скупой человек думает только о том кто тебя не любит а щедрый человек думает только о тех кто тебя любит вот смотрите в своей жизни когда вас один человек не любит и сто любит о ком вы будете думать о том кто нас не любит а кто нас любит мы не будем замечать надо из скупого состояния выйти в щедрое То есть надо благодарить тех, кто тебя любит. Что ты думаешь о том, кто тебя не любит? Что на него время тратить? Это скупая позиция. Это еврейский анекдот. Звонит в квартиру в Ленинграде. Иврейчик такой стоит. Молодой. Говорит, вы помните маленького еврейчика в блокадном Ленинграде приютили? Помню. Вырастили его, жизнь ему спасли. Помню. Ну, с детства самбо. Помните? Это был я. Правда? Да. Помните, когда вы меня взяли маленьким, я был в кепочке. Помню. Кепочку, пожалуйста, горните. Память с детства. Ну, то есть кепочку верните, это не вариант жить. Понимаете? То есть, если ты как бы не можешь думать о тех, кто кто тебя любит, значит, тогда ты просто сгниешь. Вот судьба тебя испытывает, один человек тебя предал, а десять любят. Или сто, или тысячи любят. Вот и живи для тех, кто тебя любит. Звони им, пиши, что-то для них делай. И ты поймешь настоящий вкус жизни. Что жизнь тебя не покинула. Ну, и она вот это все поняла, девушка, очень разумная. Она прямо впитывала каждое слово. Начала молиться, начала аскезы делать, начала не хотела страдать, не хотела унижаться перед мужем, не хотела в дерьме жить. Хотела выжить, хотела сохранить себя. и она начала любить подружек, начала молиться Богу. Прошел месяц, я приезжаю в Москву опять, она на лекции. Я говорю, как без себя чувствую? Она говорит, Олег Геннадьевич, я счастлив. Мне хорошо. Я говорю, ну все, первая стадия прошла. Говорит, какая вторая? Я говорю, а вторая как бы вы по-доброму настройтесь к мужу и просто передайте ему свое знание. Она говорит, ну что это значит? Я говорю, ну покажите ему, что вы счастливы просто. Дайте ему об этом знать. Потом через месяц еще один приезжает, он мне рассказывает историю. Я говорю, мне муж звонит, как у тебя дела? Она говорит, хорошо. А что хорошо? Ну я счастлива. Она говорит, почему ты счастлив? Она говорит, ну вот почему ты счастлив? Потому и я счастлив. И он такой, что, у тебя кто-то есть? А она говорит, а что ты думал, что у меня никого нет, что ли? Конечно есть. Но она не сказала, что у нее есть подружки, Бог, природа. Он по-своему все понимает. И он приехал к ней в гости. Начал интересоваться, говорит, а кто у тебя есть? И вообще как ты живешь? Она говорит, я классно живу, у меня все хорошо, спасибо тебе за учебу. И он начал испытывать ее, смотрит правда ей хорошо. И он остался с ней. бросил любовницу. Прикольная история? Ну а что, как бы, если она с ним живет, ты не знаешь с ним постель ложиться? А? Что это за семья такая? Что это за семья такая? Просто жить вместе как просто жить для того, чтобы человека воспитать. Для того, чтобы довести его сначала до раскаяния, потом до понимания, потом довести свое сердце до того, чтобы ты простила ему уже. Тогда можно дальше жить. Потому что есть два варианта. Один вариант просто как в этом фильме Шварценеггер сделал. Он за ногу держал мужика на пропасть и говорил «Я тебе говорил, а ты же обещал меня, что ты меня отпустишь». Говорит «Ну вот я тебя отпускаю». Это один вариант. А второй вариант дать человеку шанс. Это более благородный и сложный вариант. «Но если ты даешь человеку шанс и он его не реализует, то это уже его проблемы. А если он его реализует, то за одного убитого семь небитых дают. То есть если человек один раз осёпся в жизни, то он больше не будет. И это хорошо». У меня был такой случай. Один мужчина вернул жену себе. Он лекции слушал, и с женой пришёл на лекцию. Говорит, «Олег нет счастья у меня с ней в жизни. Не могу простить». «Что делать?» Я говорю, «Сейчас я вам помогу, простите в секунду». Он говорит, «Да, прямо сразу?» Я говорю, «Конечно, в одну секунду сейчас простите, но надо, чтобы жена отошла». Она отошла, и я ему говорю, я расскажу вам историю одну. У меня была ситуация, когда муж жене изменял, и жена знала, и она очень страдала от этого. Но она тоже изменяла, и муж не знал, и поэтому он не страдал. И он такой, смотрит на меня, такой, закруглись, говорит, «Все, прости, мальчики, прости». Потому что если бы он не простил, я бы мог и жене кое-что сказать, а он лишился не надо. И поэтому все простил сразу. У меня одна женщина «Все, Олег Геннадьевич, не муж изменил, я так страдаю». он такой, такая семья. Я говорю, «Вы же три года назад мы сами изменили». Она говорит, «Да, Олег Геннадьевич, кто-то знает». И улыбается такая. И она не с меня в этом случае. потому когда мы другого оцениваем, он что-то совершает, мы так страдаем, но мы забываем при этом, что сами сделали. Вот в этом сложности все. Когда человек вспоминает, ему легче становится сразу. Вот так это все работает. На самом деле, в этом мире не существует несправедливости совсем. Поэтому если вам изменили, это знание, и вы примите от меня это знание. Если вам изменили, значит вы когда-то кому-то тоже изменяли. Не может быть такого, что Бог вас так накажет, за просто так. Поэтому, мои дорогие друзья, глубже воспринимайте эту жизнь. Постарайтесь понять, что нужно давать людям шанс. Если ты шансов не даешь людям, то влетишь сильно в жизни. И она дала шансы, правильно сделала, все наладилось. жизнь. Жизнь бумеранг к тому ведется, что отдаете, то и вернется. То, что посеешь, то и пожмешь. Ложья пробьется, ваша же ложь. Каждый поступок имеет значение. Только прощая, получишь прощение. Вы отдаете, вам отдают, вы предаете, вас предают, вы обижаете, вас обижают, вы уважаете, вас уважают. Жизнь бумеранга, все и всем по заслугам, черные мысли вернутся недугам, светлые мысли божественным светом. Если не думал, подумай об этом. мы говорим о чувстве собственного достоинства. Оно движется. Когда нас унизили, то оно пошло вниз. Когда чувство собственного достоинства уходит вниз, женщина, красивая девушка, становится некрасивой. А у девушки через красоту все приходит в жизни, все блага. Она становится некрасивой, теряет удачу в жизни. Она никому не нужна остановиться. Почему она обиделась? у мужчины теряется победа, способность влиять на людей, доставлять их уважать себя, свою волю, свои желания, свою силу. Мужчина, который обиделся, теряет волю. У него нет победы, он теряет победу. Поэтому нельзя обижаться. Когда тебя обидели, надо из скупого состояния выходить в седры. Обида это вид скупости. Когда тебе больно сделали, тебе плохо стало. Почему плохо? Потому что тебя не любят, тебя не понимают, тебя не ценят. но не все же есть те, кто любят, те, кто ценят, те, кто понимают, а ты думаешь о тех, кто не ценят, не любят, не понимают. Значит, ты скупой человек. Ты пошел на принципы перед своей судьбой. Ты один человек дороже всех остальных. Это неправильно. Ты нужен многим людям, но ты этого не думаешь об этом сейчас. Ты вспоминаешь только одного человека. Мы не знаем, что мы делали в прошлом. Почему не знаем? Потому что не хотим верить в это. Нам не верится, что так может быть, что мы такие бываем. но как определить свое прошлое? Потому что нам Бог дает. Меня недавно отняли соцсети мои помощники, которых я воспитывал, падал, опорочили меня, отняли мой проект духовный, храм, дали мне заниматься. Сейчас все возвращается назад. Я эти события в своей жизни предвидел за несколько лет, что у меня будут сложности серьезные. Но что прямо от своих я получу такой удар в жизни. Я не ожидал. Что-то я там записывал на всех землю, имущество, и они начали рэкетировать, ставить условия, и все прочее. Жесть такая пошла. Так действует судьба. И я сначала удар такой, я там все плохо. Но сначала я смотрю, что у меня выходит все воля, пробежки, отчаяние. В воде стоял, в ледяной воде стоял, убирал отчаяния. То есть я сначала удар принимал, выстоял вот этот удар, чтобы не сломаться, чтобы достоинство сохранить. То есть я в это время лекции читал, активный образ жизни. удар шел. Два года назад это все произошло. Я только через год всем сообщил, что произошло. Молчал просто, справлялся с трудностями. и когда я принял судьбу, удар судьбы принял, я когда в состояние спокойствия зашел, я хотел концептуально понять, за что. Я всю жизнь Богу отдавал, не грешил, чистую жизнь жил вообще. На пустом месте взяли, меня начали порочь. За что? Я начал смотреть в прошлое. И 11 жизней назад я жил на высших планетах, занимался духовной практикой и очень серьезно оскорбил, гордым стал, оскорбил старший. И за это получил ответ. Еще Бог смягчает ответ, потому что мы же добрые дела по дороге какие-то делали, и Он поэтому дает нам ответ, но не такой сильный. Было бы за что вообще купил. Ну то есть мы не знаем за что. но если бы мы видели прошлые жизни, тогда бы знали, тогда не было бы проблем. Поэтому надо принять, вот вы примите от меня, я же вижу прошлые жизни, вот, и я знаю за что. Допустим, в женском теле женщина не всегда знает, каким она мужской в теле была. Может быть она такая, была слишком самоуверенная в мужском теле, грубо себя вела, цинично. Как она себя ведет, такого мужа получает, и как бы это нормально. Мы же не знаем. Или вот ты в мужском теле, ты же не знаешь, как ты какой женщиной был. Может ты там в женском теле все время в негативном настроении был, все время обижался, там, ленился. ничего. Получил такую жену себе, что делать? На него? На тебя тоже посмотри, не ловлюсь. Ладно, мои хорошие, я знаю, вы все какие-то молодцы. Я желаю вам всем счастья, здоровья, мира, любви, всего самого светлого в вашей жизни.